Итак, мы продолжаем. Это последний доклад этого зала. После него еще будет закрытие. Хочу напомнить про чат для вопросов. Заходите туда, пишите вопросы как можно раньше, так с большей вероятностью я их задам. Лайкайте вопросы, которые нравятся вам, так они тоже у нас будут в топе. А сейчас давайте тепло встретим Павел Яньков, инфосистема Jet. Да, привет, Паш. Ты нам расскажешь про Волт. Да, я расскажу про наш опыт работы с Волтом, про какие-то штучки, трюки, ну и в целом такой summary по тому, что в Волте стоит знать. Все, супер. Пожалуйста, начинай. Спасибо. Это последний доклад на сегодня, и я очень рад, что вы выбрали именно его. Понимаю, все устали, так что сильно грузить не буду. Меня уже представили. Меня зовут Павел, я работаю в компании инфосистемы Jet. Работаю в информационной безопасности и сейчас занимаюсь направлением DevSecOps. Немного о нас. Инфосистема Jet – это системный интегратор. Входит в топ компании России и топ интеграторов ИТ-компаний. Вот. И одно из наших основных направлений – это информационная безопасность. Информационной безопасностью у нас занимаются больше 400 человек, и какие-то из них занимаются DevSecOps. И то, о чем я расскажу, это действительно гид автостопщика. Это такой summary по тем вещам, которых мне самому не хватало, когда я только разбирался с Волтом. И в нашем гиде мы сделаем несколько остановок. Мы поговорим в целом про управление секретами, о том, почему оно именно на Волте, поговорим про то, как Волт работает, еще расскажу несколько вещей по работе с секретами, которые мы используем, ну и поделюсь болью о том, чего нам в Волте не хватает. Итак, поехали. Начнем мы с самого понятия управления секретами. И вспомним просто, что это такое. Что секрет – это любые аутентификационные данные, токены, пароли, какие-то ключи, неважно. Хранят секреты как угодно, в текстовых файлах, в мессенджерах, в почте пересылают, в ансибле, в гиде, неважно. К сожалению, это небезопасно. Они оттуда могут утекать, они могут теряться. Да и, в принципе, обращаться с ними, когда они хранятся как попало, тоже не очень удобно. А вот если вы используете систему управления секретами, то вы держите все секреты вместе, можете сдавать к ним доступ и вообще они хранятся достаточно надежно. И вопрос, с которым мы, вот, про хранение секретов в одном месте, с которым мы порой сталкиваемся, это то, зачем вы перекладываете все секреты в одно место, чтобы, очевидно, потерять все сразу. Вопрос не лишен смысла, это известная проблема. Это проблема нулевого секрета, секретизирует. То есть всегда у вас будет секрет, который защищает другие секреты, который сам при этом не защищен. И если его потерять, то секреты тоже будут потеряны. Вообще, в чем тогда смысл? Ну, действительно, полностью эту проблему решить нельзя, но секреты все равно защитить можно, потому что у системы управления секретами как раз такие функции есть, которые вот эту проблему помогают как-нибудь сгладить. Достаточно хорошо. Вот, а почему, собственно, Vault? Что есть кроме Vault? Есть ли что-то еще? Конечно, есть. Ближайшие аналоги это CyberArk Anjour и Senya Segura DSM. CyberArk, это, ну, вернее, Conjour. Conjour это вообще когда-то существовавший отдельный продукт сам по себе для управления секретами, который был куплен компанией CyberArk. И он сейчас, ну, это вылилось в то, что этот продукт сейчас существует в двух версиях. Open-сорсный и интерпрайзный. Conjour Enterprise встраивается целиком в PAM-систему CyberArk. Слышали наверняка о такой. И управляется из центральной консоли. Вот, но интегрирован он в нее достаточно, достаточно, ну, не очень цельно, потому что секреты у вас в итоге хранятся и в основном в хранилище CyberArk, и в Conjour, который подключается к Cyber через синхронайзер. И, в общем, это работает, но достаточно так разъединенно. Ну, интерпрайз-версии, к сожалению, сейчас недоступны. Доступны только open-source, то есть без всего остального CyberArk, только кусочек с Conjourом, который достаточно ограничен по функционалу. У вас там недоступен вот этот магазин плагинов, приложений и всех остальных штук для него. Ну и главная проблема — это маленькая комьюнити. Вы, если решите использовать CyberArk Conjour себе для управления секретами, вы с трудом найдете инженеров, которые будут его эксплуатировать. Синья Сигура — это штука, тоже похожая на Volt, а еще больше похожая на CyberArk, потому что Синья Сигура DSM — это часть тоже общей PAM-системы. В этой PAM-системе это просто еще одна вкладка про управление секретами. Это интерпрайзное решение с полноценной техподдержкой, и оно доступно в РФ. Это бразильская разработка. Есть киллер-фича, там есть универсальный движок автоматизации. Можно настроить триггеры, например, не знаю, изменяется секрет где-нибудь в хранилище, и после этого сразу Сигура начинает выполнять какой-нибудь скрипт, который, не знаю, можно курловое какое-то, какие-то команды скормить с него, можно просто баш-скрипт. И Сигура, например, может таким образом ротировать секреты в других системах, то есть изменить пароль для базы данных, которая в ней хранится, и его в самой еще базе данных поменять. И вообще очень здорово. Вторая киллер-фича — это логи этого бразильского приложения, которые пишутся на португальском. Вот. На том, так сказать, абригаду. Вот. Но недостаток примерно тот же, что и у Конжура. Это решение не сильно популярное, и очень мало инженеров, которые его знают. А что есть у Волта? Ну, главное, что у Волта есть, помимо классной документации, это огромная комьюнити. Ну, Волт, в принципе, равно управлению секретами. Это такое имя нарицательное. Отличная документация. Есть на портале Волта бесплатные курсы. И почти на любой вопрос можно найти ответ или на Stack Overflow, или в GitHub, или есть даже достаточно большой Telegram-чат по продуктам хашекорпа, просто русскоязычный. Вот. И из-за популярности этого продукта очень легко найти людей, которые будут его у вас эксплуатировать. Поэтому, ну, де-факто лидер рынка. Что тут сказать. Итак, следующая наша остановочка. О том, как работает Волт, поговорим просто о базовых концептах. Значит, главное, что есть в Волте, это его прекрасный IP-интерфейс. Любое действие с секретами, чтение, там, запись, что угодно, аутентификация в Волте, работа с политиками, вообще любое действие, ну, кроме, разве что, инициализации первого старта, это все обращение в API. И преимущество этого в том, что, ну, любое действие можно автоматизировать. Если у вас есть что-то, что может там какие-то курловые, ну, вообще HTTP-запросы отправлять куда-то, вы можете вот этим чем-то сторонним автоматизировать обращение с Волтом. И это классно. У Волта есть веб-интерфейс, но он вторичен по отношению к API. Например, в веб-интерфейсе, ну, из веба нельзя привязать токен к политике. Там можно в вебе открыть консольку, в которой вы введете команду, которую вы отправили через курл, но как бы кнопкой нажать, просто связать это с другим нельзя. Поэтому, ну, API – наше все. Дальше второй базовый концепт – это Storage Backend. Волт может… ну, это место, где Волт хранит секреты в зашифрованном виде. Это хранилище зашифровано мастер-ключом, этот мастер-ключ зашифрован рутовым ключом, и он тоже зашифрован другими ключами. Это хранилище может быть как на том же хосте, где Волт находится. Это может быть база данных, там, консул какой-нибудь, или база данных внешняя, может быть файл, все что угодно. Главное, что надо знать, что вот это хранилище несколько раз перешифровано, и, вернее, оно зашифровано это один раз, а ключи от него последовательно зашифрованы. И как раз с ним связано понятие сил и ансил, о котором мы сейчас поговорим. Что такое сил, ансил? Ну, то есть запечатанное и распечатанное силы – это запечатанное состояние Волта, при котором вот этот ключ от других ключей недоступен, и Волт не активен, не отвечает на запросы, потому что оно не имеет доступа к собственному сториджу. И чтобы перевести Волт в рабочее состояние, ну, а в запечатанном состоянии он становится после рестарта процесса. И чтобы перевести в рабочее состояние, нужно дать ему ансил ключ. То есть это ключ, который по умолчанию разбивается по алгоритму Шамира, допустим, на пять ключей, нужно три из них предъявить, и вот так Волт распечатать. Эта схема классная и безопасная, но в продакшне слабо применимая, так как завязана на владельцев ключей, на вот этих владельцев частей ключа. Как это улучшить, тоже далее поговорим. Еще одно базовое понятие – это secret engine. Это место, где, собственно, секреты и хранятся. Это такие сущности внутри Волта, которые работают с разными типами секретов. Есть простые engine, key value, которые хранят секреты в виде ключ-значения. Есть engine, например, с типом database, которые могут, например, подключаться к системе управления базой данных, создавать учетную запись, выдавать там к кому-то пользователю и потом удалять после использования. То есть такой динамический секрет это еще называют. Вот. Также эти engine с разным функционалом можно дописывать самому через механизм плагинов на языке Go. Также у Волта, у HashiCorp на их портале есть классная инструкция о том, как самому с примерами, с листингами, вот это все, как такой плагин написать и к Волту подключить. Вот. Ну и главное вообще, что есть в Волте, что гарантирует нам доступ к Волту – это токен. Волт поддерживает разные методы аутентификации. Есть там, можно аутентифицироваться по LDAP, можно по логопасу, как-нибудь там другими методами, там опроли и прочее. Но все эти методы аутентификации в конечном итоге просто дают нам доступ к токену. И уже по токену мы получаем доступ к секретам. Ну это важный концепт, который стоит понимать. То есть если мы логинимся как-то, все равно мы секрет не получаем. Мы получаем токен, который нам что-то потом дает. Вот. В итоге все сводится, вся вот эта безопасность доставки секретов сводится к безопасной доставке токена. Токен доставить как можно безопасно? Ну просто если его взять и передать, как он есть, может где-то по пути все-таки потери случиться. И у Волта есть два основных метода, которыми этот токен доставить можно. Первый это респонс фраппинг. Достаточно простая штука, но она не то чтобы прям гарантирует безопасную доставку, но она хотя бы обеспечивает нам видимость того, что токен, например, мы могли потерять. Что это такое? Волт может отдавать токен в wrapped, то есть в таком свернутом виде, непригодном для использования. И чтобы этим токеном воспользоваться, нужно его снова в Волт отнести и обратиться на опишку Волта и сделать unwrap, то есть развертывание. Фича здесь в том, что это единоразовая операция. То есть когда вы такой свернутый токен дали Волту и он вам его развернул, второй раз он этот свернутый токен не развернет. Соответственно, если этот свернутый токен где-то по пути был скомпрометирован, то приложение обращается за развертыванием, Волт ему отказывает, но можно бить тревогу. Значит, токен был скомпрометирован. Вот. Вторая, второй способ, как нам токен доставить. И это, в принципе, основной способ вообще аутентификации приложений в Волте. Это апроль. Широкая достаточно штука, много где применимая. Базово так. Апроль – это аналог аутентификации по логину и паролю для приложений. Апроль состоит из ролл-ид и секрет-ид. Это, соответственно, логин и пароль. Приложение отправляет в Волт ролл-ид и секрет-ид и в ответ получает токен для доступа к секретам. Благодаря этому мы можем очень классно, например, встраивать Волт в пайплайн, чтобы, например, владелец пайплайна клал в приложение одну половинку секрета, то есть, не знаю, секрет-ид или ролл-ид, а владелец приложения уже вторую часть докладывал. И из-за этого полный доступ к секретам будет только у владельца приложения, но у него владельца пайплайна, например. Позволяет вот так вот нам пополам этот токен разбить. Окей, доставили токен. Что дальше? Как нам вообще, как ACL там работает? Базово тоже сейчас увидим. Токен выпускается всегда к привязке к политике. Поскольку в Волте все основное это API, то политика таким образом и выглядит. Есть какой-то путь внутри API. То есть, когда вы создаете новые секреты, создается в API-шке новые пути. К этому пути в политике прописывается действие, которое с этим путем можно выполнять. То есть, секреты у нас лежат, секреты, что-то, что-то, MyApp. И политика дает доступ к этому пути вот с такими-то привилегиями. Вот к этой политике выпускается токен, и когда какое-то приложение обращается по этому пути или по-другому, волн смотрит, какой токен, какая политика предъявленному токену соответствует, и соответствующие какие-то доступы дает или не дает. Про доставку поговорили, про АЦЛ поговорили. Как мы с приложениями интегрируемся. Тоже способов несколько. Значит, способ первый — это Vault SDK. На самом деле, можно и без них обойтись, но просто с ними проще. Что это такое? Это готовые библиотеки от вендора для популярных языков программирования, которые содержат в себе какие-то методы взаимодействия с Vault SDK. То есть, аутентификация по АПРОЛе, аутентификация по токену, по LDAP, я видел такие плагины, которые принимают доменные креды в себя, и сразу с Vault SDK коммуницируют, уже получают от него токены, какие-то секреты могут выдергивать. То есть, просто такие упрощенно готовые наборы методов. В принципе, если ваше приложение может отправлять какие-то HTTP-запросы, то вы тоже можете научить его это делать. И все достаточно просто будет. Это просто готовые наборы. Для кучи языков программирования это есть. Для тех приложений, которые… А, так, назад вернусь, забыл кое-что сказать. Этот способ хорош для тех приложений, которые вы разрабатываете для себя. То есть, если… Ну, почему? Потому что вы в этом случае привязываетесь к Vault как к системе хранения секретов. Если вы хотите секреты получать не из Vault, а из какого-нибудь… Не знаю, где-то в облаке они у вас какого-то системы управления секретами там находятся. Или в какой-то другой системе еще лежат. Ну, то есть, если это приложение куда-то вы наружу поставляете, то, наверное, SDK такие включать-то не стоит. Вот. Если для вас и вы используете Vault у себя в компании, то, да, классный способ, который, ну, потом кучу времени при эксплуатации приложений сэкономит. Для тех приложений, коробочных, например, в которые мы в исходный код влезть не можем и ничего дописать не можем, есть интеграции через агенты. Агенты есть для Linux, для Windows. Там чуть особняком еще стоит агент для Kubernetes и OpenShift. Что это такое? По сути, агент — это тот же самый сервер Vault, который просто с флагом агент запущен. По-моему, агент это называется. Или клиент, ну, что-то такое. Это вот тот же самый бинарник. Да, Vault — это один бинар. Эти агенты применяются, когда в ПО нельзя встроить логику общения с Vault. И они могут или токен получить у Vault, чтобы приложение потом этот токен прочитало и там что-то сделали, или сразу секреты куда-то в файлик записывать или в переменное окружение. Чуть особняком стоит агент для Kubernetes, ну, и он же для OpenShift, так называемый Kubernetes Injector. Он устанавливается в кластер Кубера или кластер OpenShift и использует механизм U-tating Webhook. Есть страшная схема вендорская, на которой нужно прям очень вчитываться. Кратко работает следующим образом. Запускается Admission Controller внутри Kubernetes и прочитывает, собственно, все манифесты, там, всех подов, которые в кластер попадают. Если он находит в этих манифестах специальные строчки, что использовать Vault для доставки секрета, и секрет лежит по такому-то пути, то он инжектирует в такие поды и нит контейнеры, сайт кар контейнеры, которые в Vault аутентифицируются, эти секреты получают и в разделяемую память кладут. Плюс такой интеграции в том, что аутентификация в Vault в таком случае происходит с помощью, ну, просто по namespace кубернетиса и сервис-аккаунт-токенам, которые вы в Vault отдаете. Минус в том, что ваши маленькие контейнерные приложения начинают занимать примерно на 100 мегабайт больше места, потому что инжектируется, по сути, вот этот сайт кар контейнер, который является сервером Vault только в клиентском режиме. То же самое, что с агентами Windows и Linux. Есть способ попроще, полегковестие, но это такой сторонний плагин, наверняка слышали, External Secrets, который интегрируется со многими системами управления секретами. Это такой оператор для кубернетиса, который там создает кастомные ресурсы, вот, и там их несколько видов, и в эти кастомные ресурсы уже секреты инжектируют, и вы можете потом эти CRD-шки монтировать внутрь ваших подов, и также там секреты использовать. Вот, краткий обзор. Суммирую вышесказанное, что есть Vault, который хранит секреты в зашифрованном Storage Backend, и эти секреты там разложены по разным секрет-энженам в зависимости от их возможностей. Секрет можно получить через API, аутентифицироваться в этом API по токену. Для того, чтобы безопасно доставить токен, чтобы он по пути не потерялся и не утек, есть механизмы респонс-враппинга и апролли, вот, а подключать приложение можно через SDK, агенты для операционных систем и агенты для кубернетис. Вот, так работает Vault. Теперь немного нашего опыта про внедрение Vault, как мы с этим работаем, как мы внедряем его заказчикам. Вообще сложно ли Vault внедрить? Очень просто, потому что Vault, ну, тут ничего сложного нет. Vault — это один бинарник. Так, чтобы Vault установить, нужно скопировать бинарник на виртуальную машину или контейнер Vault поднять, и он работает. Нужен сам Vault и какой-нибудь бэкэнд для хранения секретов. Притом, бэкэнд может быть просто файловым, и на той же виртуалке эти секреты будут лежать. Окей, давайте считать, что Vault — это какая-то критичная система, поэтому нам нужна отказоустойчивость. Добавим экземпляров — готово. Но, опять же, пользователям нужно ходить в Vault не под какой-то там токеном или какой-то одной общей учеткой, а какая-то интеграция с LDAP, наверное, нужна, ну, или чем-то подобным. Хранилище секретов нужно периодически бэкапить, и в том числе и конфигурацию Vault. Очевидно также, что нам нужны интеграции с приложениями и все ICD. Ну, и также нужно мониторить состояние системы, чтобы не допустить аварии, и вообще про события безопасности надо не забывать. В общем, Vault — это непросто. И чтобы ничего не упустить, можем предложить следующий. Кратенький такой чек-лист внедрения. Зачем нужно следить? Что, по нашему мнению, важно при внедрении Vault? Во-первых, определиться, установить Vault как виртуалку, там, bare metal или как контейнер. Понять, сколько нужно ему ресурсов, где мы в итоге будем хранить секреты, как мы будем бэкапиться и восстанавливаться, ну и как будем мониторить, в том числе, события безопасности. Поехали. VEM или контейнер? Разницы почти никакой нет. Почему? Потому что те преимущества, которые нам дает контейнеризация, например, там запуск в кубернетисе, какой-нибудь динамический скейлинг в зависимости от нагрузки, там добавления экземпляров, нам никакого прироста производительности не даст, потому что Vault работает по схеме лидер-фолловер. У нас есть один лидер, который обрабатывает все данные. И если мы к нему еще дополнительно какие-то экземпляры подключаем, у нас производительность не возрастет. У нас отказоустойчивость только возрастет. Работает в жизни следующим образом. Обычно перед кластером Vault ставится какой-нибудь балансер с активными холст-чеками, который пинает по очереди все ноды Vault, определяет, кто из них является лидером по их HTTP-ответам, и туда засылает весь трафик. Если трафик случайно даже попадает на ноду, которая является фолловером, он тоже не потеряется, фолловер переадресует этот трафик на лидера, и там это будет обработано. Вот. Поэтому размещать в VM в контейнере почти без разницы, как вам удобнее будет, так и делайте. Дальше. Storage backend. Как выбрать, где хранить секреты? Ну, классика — это консул. Наверное, большинство внедрений Vault, они с базой данных консул от того же хешкорпа интегрированы, и там секреты хранятся. Также самое простое в диплое решение, которое появилось не так давно, поэтому оно еще, наверное, не самое популярное, но предполагаю, что таким станет, — это integrated storage. Это хранение данных прямо на той ноде, где находится Vault, в виде файла. Классно здесь то, что если вы собираете кластер из таких Vault, у которых integrated storage, то они реализуют нормальный такой raft-алгоритм, знаете, что это такое, что данные консистентно записываются во все ноды Vault сразу, и целостность их обеспечена. Поднимается просто за какие-то секунды, очень легко в настройке, не нужно вообще заморачиваться. Но также еще поддерживаются внешние базы данных, там SQL-ные базы, key-value базы, ну, всякие разные. И, кстати говоря, мы делали нагрузочные тесты вот этого integrated storage. Парадоксально, но факт, integrated storage оказался, например, медленнее, чем PostgreSQL. Незначительно, но все же. 21 тысяча ответов в секунду при пиковой нагрузке нам дал integrated storage с HTTPS, и 24,8 тысяч PostgreSQL смогут сделать. К тому же Vault кэширует данные. Вот, и если, например, вы используете готовый сервис баз данных, который, ну, допустим, у вас в компании есть база данных, как сервис, который вы можете просто где-то там заказать, и вы можете заказать такой сервис PostgreSQL, и к нему подключить Vault, это будет отлично работать. К тому же Vault данные кэширует, и при повторном чтении он кэширует несколько тысяч последних чтений, сейчас точно не помню сколько, но при повторном обращении там даже не будет сетевой нагрузки на PostgreSQL создаваться, тем более на диске он даже не будет обращаться к ней, будет отдавать данные с кэша. В принципе, по нагрузочным тестам, что мы выявили? Вот те данные в 24 с лишним тысячи ответов в секунду, то есть это сколько чтений секретов в секунду нам Vault позволял делать. Я, честно говоря, затрудняюсь представить такую нагрузку в Prode, ну, то есть сколько приложений должно одновременно в Vault ходить, чтобы такую нагрузку вызвать, но тем не менее, такие цифры у нас заработали уже вот в достаточно скромной конфигурации с четырьмя процессорами и 16 гигами памяти. При том, не столько нагружается оперативка, сколько нагружается процессор. Вот у нас мы просто в Prode суперлись, мы дальше не поднимали, потому что уже увидели, что много. Но если хотите больше добавить правительности в Vault, дайте больше процессора. Нагрузка на сеть была около 50 мегабит в секунду при этом. Немного очевидных вещей про бэкап и восстановление. Он зависит от выбранного сторожа. Если у вас интегрированный сторож, что бэкап делается и восстановление через консоль Vault самому по себе, а если какой-то внешний сервис с UBD, ну, как бы тоже это можно отдать на откуп тем ребятам, которые с UBD у вас администрируют. Мониторинг. У Vault есть API-шка, его прекрасная, и там есть раздел Metrics. Prometheus может понимать эти данные, снимать их, и у Grafana есть готовые дашборды. Поэтому если у вас Grafana Prometheus используется, готово. Даже вообще думать ничего не надо. В магазине Grafana есть готовые дашборды под Vault. Все очень здорово работает. Вот, по поводу событий безопасности. Vault их генерирует. Может генерировать в формате JSON. И, по-моему, единственное, только так и может. Вот. Не может их сам отсылать никуда. Нужны какие-то дополнительные штуки. Он может их либо в файл себе записывать, либо просто в syslog, в Rlog Messages. Вот. И для отправки что-нибудь использовать. rsyslog или syslog ng. Рекомендуем rsyslog, потому что с syslog ng мы однажды уперлись в то, что он не может отправить слишком длинные сообщения, и это там никак не отрегулировалось. С rsyslog можно задать предельный размер того, что он может засылать в одном сообщении, и заработало. Ну, может быть, мы просто syslog ng не до конца доковыряли. Не знаю. Так. И что мы еще можем посоветовать? Tips and tricks. Значит, есть такая штука, про которую я сам начал сказал. Вот это вот распечатывание Vault'а несколькими ключами и прочее-прочее. Это ерунда в Prode. Нужно использовать AuthantSeal. Почему ерунда? Потому что вы завязаны на владельцев ключей. Один админ может быть в отпуске, другой может болеть, третий ночью трубку не берет и так далее. AuthantSeal. Что это такое? Вы поднимаете одну ноду, делаете, она называется транзитная, потому что там транзит называется этот engine, где хранится ключ для распечатывания. И при рестарте какой-либо из нод, вот этого основного кластера, где у вас, собственно, ваши секреты хранятся, он ходит в эту транзитную ноду и там себе получает ключ от других ключей, которые в итоге ему расшифруют хранилище. Это общепринятый способ. То, с чем мы столкнулись, такие небольшие грабельки, на которые по началу наступали, то, что у нас, во-первых, ключ, который лежит вот в этой транзитной ноде. В случае потери транзитной ноды, он может быть потерян, поэтому надо бы капить. Также выяснили мы на опыте то, что этот ключ нельзя в итоге напрямую потом скормить. Волт как-то ему отдать, если мы вдруг потеряли транзитную ноду. Если транзитная нода падает, нужно ее поднимать заново, этот ключ, забакапленный, ей обратно отдавать, и чтобы Волт к ней ходил. Короче, с транзита обратно на схему Шамира переехать нельзя. Только транзит. Также еще есть такая иногда проблемка случается, что устаревает токен, по которому основной кластер Волта авторизуется в транзитной ноде и получает себе этот ключ для распечатывания. Нужно просто флаги специальные добавлять. Он должен быть орфан, этот ключ, этот токен, вернее, для получения дан силы. И он должен быть периодик. Что это означает? Периодик, флаг ставим. Если флаг периодик нужен для того, чтобы токен продлевался на свой срок жизни при каждом использовании в Волте. То есть основной кластер сходил к транзиту, авторизовался по этому токену, получил ключ. И срок жизни этого токена сразу обнулился. Он снова, его полный срок жизни он в себе снова имеет. Орфан, это понятие связано с тем, чтобы он никогда не истек. Потому что в Волте все токены наследуются. И если вы сделали, под какой-то учетной записью выпустили токен, то вот этот вот вновь выпущенный токен будет зависеть от токена, той учетной записи, от которой вы выпустили. То есть если, допустим, не знаю, вот этому токену осталось жить три дня, а вот этот вы выпустили на месяц, он проживет три дня. Орфан означает то, что он сирота, то есть у него нет родительского токена, и он будет жить сколько угодно. Ну и грабли, на которые точно не стоит наступать. Очевидная вещь, но тем не менее, не делайте взаимно распечатываемые кластеры, потому что запросто получите взаимозапечатанные кластеры. Что можем еще сказать про встраивание в пайплайн? Есть вот такая схема на сайте вендора, такой рекомендуемый паттерн использования апроли в CICD. И это не очень круто, потому что здесь мы делаем какую-то Trust Attentity, какой-нибудь оркестратор или какую-то еще штуку, которая нам что-то автоматизирует. И в итоге владелец вот этой штуки, например, того же CICD-системы, получает доступ к секретам, которые в этом CICD инжектируются. Это не очень хорошо, потому что секретами должен владеть все-таки владелец приложения. Что мы делаем в таком случае? Мы админу CICD отдаем, например, только Secret ID, и он его в CICD, вот в этом процессе, в собираемые приложения или при диплое приложения инжектирует. А role ID, то есть вторую часть вот этого набора кредов, отдаем владельцу приложения. Таким образом только у него будет доступ. Он их при диплое уже подставляет. Еще есть штука с перезапуском приложения. Такая специфичная достаточно. То есть если у вас role ID и secret ID хранятся в переменных окружений, то там при рестарте хоста они будут затерты, и приложение секреты получить не сможет. Одна из схем возможных — это создать еще одну апроль, который будет просто запрашивать креды для этой апролли, а секреты читать не сможет. И вот эту апролли разместить на вот этой тачке с приложением. Еще одна штука. Это предпоследняя. Это агент для Windows. В чем проблема? Агент для Windows, он сделан по образу и подобию агента болта для Linux. Его тоже настолько по образу и подобию, что его можно размещать только на диске C запускать. Если у вас на виртуальной машине, куда нужно инжектировать секреты, есть диск D, то он не стартует, потому что там пути в Linux формате пишутся с линуксовыми слышами. И он такой, где здесь корень? Ну, не сможет. И еще одна проблема — то, что он не может писать логи в файл. И это как-то один раз стало критичным. Он может их в stdout выводить, если вы интерактивно его запускаете в CMD. А если как службу виндовую, вы файл никак не запишите. Что можно сделать? Нашлась такая классная утилита NSSM. Это такой альтернативный способ создать виндовую службу. NSSM, он запускается вместе со службой, и там же можно прописать ряд настроек. И вот здесь есть скриншотик, куда мы можем перенаправлять, пишем настройку, куда перенаправлять stdout и stdr. И он тогда будет туда писать файлик. Ну и напоследок про работу с политиками. Не все знают. Политики можно писать не только в рекомендуемом вендорам HSL в формате, но и в JSON. Очень классно использовать для этого систему контроля версий, чтобы отслеживать, кто там в политику влез, кто влияет, там всякие аппрувы делать и прочее, прочее. Ну и есть всякие шаблоны, спецсимволы и прочее для того, чтобы политики параметризировать. И шаблонизировать всячески, применять на большее количество команд без какого-то точного подгона. Подробнее это можно на портале вендора прочитать. Немного более. Что нам хотелось бы улучшить в алте, чего нам сейчас не хватает. Очень надеюсь, что это появится, потому что продукт развивается семимильными шагами. Очень не хватает более функционального веб-интерфейса. Я понимаю, API наше все. Но, как я уже говорил, из GUI нельзя даже токинг-политики выпустить, не говоря о том, чтобы создать новую апроль или какие-то еще более значительные вещи сделать. Он такой чисто обзорный. Хочется больше возможностей. Еще есть проблема с отзывом доступа у апроли. Если мы скомпрометировали какой-то токен, то у нас нет механизма в алте никакого, который показывает, какой выданный токен, какой апроли относится. И мы можем просто все на корню зарубить, чтобы все заново переаттентифицировались. А вот так вот точно отзывать доступа не получается. Ну и, конечно, хотелось бы какие-то более универсальные механизмы для вот этих секрет-энжинов. Секреты к своим энжинам привязаны. И вот то, что этот энжин умеет, больше мы или только свой энжин можем написать, или ограничиваться его возможностями. Если у нас секрет лежит в КВ первой или второй версии, мы его даже ротировать не можем без сторонних средств. Хотелось бы, как в Сигуре, сделать такую какую-то универсальную автоматизацию, чтобы какие-нибудь триггеры настроить и, не знаю, ротировать секрет в других системах. Ну и что по итогам? Волт — это лидер среди систем управления секретами, бесспорно. Он устроен не очень просто, но разобраться с ним можно благодаря очень хорошей документации у вендора и широчайшему комьюнити. Очень много людей его знает. Еще Волт может выдавать очень хорошие цифры производительности при невысоких требованиях к железу. Но не лишен недостатков, но развивается и улучшается. Поэтому для построения процесса управления секретами он будет отличным выбором. Спасибо. Да, все, спасибо большое. Доклад такой довольно много вопросов сгенерировал. Поэтому буду задавать, ты выбираешь лучший вопрос. Соответственно, поехали. Первый вопрос, Анастасия. Если ты на какие-то вопросы отвечал, ну просто там либо повторись, либо скажи, что отвечал. Потому что такое тоже встречается. Как избежать затирания секретов и апролла? Сталкивались ли вы с тем, что при обновлении секретов апролл в Jenkins, например, они секреты внутри обновились, а в UI изменений не видно? Скорее всего, нужно просто Волт обновить сам, потому что у Волта баги порой находятся. И у нас было такое, что… Я не помню, какой это был номер версии. Мы, например, Волт запускаем, делаем ему unseal, он работает пару секунд, и потом снова в seal состояние сваливается. Это решилось просто с заменой бинаря на более новый. Так что если какие-то странности, сходите на портал, заберите новый бинар. Обновляется очень просто. Остановили, поменяли файл, запустили обратно. Все. Окей. Можно ли как-то управлять бинарными секретами, вроде сертификатов, или Волт умеет работать только с текстом, например, для ключей, используемых в Kafka? У Волта есть engine PKI, но подробно сейчас рассказать я вам не могу. Рассказ достаточно большой будет. Но да, есть возможность работать с ключами, сертификатами. Окей. Если мы храним все секреты Волт, где правильно хранить секреты для доступа к самому Волт? Ну, про это ты вроде сказал. Да, secret zero. Ну, во-первых, рутовый ключ, который, рутовый токен, который дает доступ вообще ко всему, что в Волте есть. Его лучше сразу на всякий случай записать куда-нибудь на флешку на компакт-диск, убрать в сейф. Больше им не пользоваться никогда, кроме первого старта. Дальше просто роли нарезать для админов и для пользователей, и пользоваться только ими. Окей. А куда сейф спрятать? Безопасником. Ага, отлично. Так, как в 2022-2023 жить без namespaces, когда ты большой интерпрайс и раньше покупал лицензию только ради них? Это правда тяжело. Ну, как? Ну, можно. Жить можно, но непросто. Но плохо. Страдать. Так, как можно смигрировать из консул бэкэнд в новый сторож бэкэнд? Обратитесь в отдел продаж инфосистем Jet. Посчитаем. Ну, это проект. Ну, это прямо руками надо делать. Есть. Ну, если кратко, то все штуки по миграции секретов в Vault, это какие-нибудь скрипты, которые из Vault секреты читают, куда-нибудь кладут их, и потом их записывают в другой Vault. Ну, у вас они есть, но ими вы не поделитесь. Ну, я их, конечно, могу открыть сейчас и устно прочитать, но это максимум. Ага, окей. Как осуществляется бэкап секретов? Бэкап секретов? Ну, это, по сути, бэкап хранилища. Это вот то, что в докладе было. Это либо бэкапировать integrated storage силами Vault, либо какую-нибудь базу данных, если секрет в базе данных. Окей. Так, тут, в принципе, в чате ответили. Как вы думаете, должен ли быть в Vault функционал сохранения истории изменений по аналогии с Git? Вот. Ну, это было бы классно, кстати, было бы удобно. Похожая штука есть в KeyVarue второй версии, там, где есть версионность секретов. Ну, для остальных, наверное, да, тоже было бы здорово. Окей. Как добиваетесь максимальной доступности Vault? Без него приложения не стартанут. Максимальную доступность добиваемся через увеличение количества экземпляров. Как вы защищаетесь от DDoS внутренними приложениями, когда они начинают запрашивать слишком часто и кладут Vault? Не сталкивались ни разу с таким. Vault очень много нагрузки выдерживает. Окей. Так. Были ли у вас кейсы успешного внедрения SSH-CA через Vault? Видимо, сертификаты SSH-ные. Только в тесте. Пока с продуктивными задачами такими не сталкивались. Окей. Разве init-контейнер не убирается после запуска приложений? То есть эти лишние 100 мегабайт мы должны учитывать только на время деплоя или нет? Не совсем. Там появляется init, который аутентифицируется в Vault, и за ним запускается сайт-кар, который работает все время и уже получает секреты. Там и то, и другое есть. Как настроить версионность для Vault? Не раз были истории, что в начале интеграции случайно портили пароль или не могли понять, кто и когда их менял? Вопрос очень прикладной. Не знаю. Ну, надо каждый конкретный случай смотреть. Не могу сказать. Окей. Так. Сталкивались ли с необходимостью раздать заврапленный секрет ID в сворме? И как решали вопрос последующей перераздачи его в процессе жизнедеятельности стека? В сворме не сталкивались, не видели. Но вот про повторную раздачу секрет ID было чуть презентации про перезапуск приложения. Вот можно такую дополнительную опроль создать, которую секреты читать не может, но секрет ID запрашивает. И вот ее использовать. Какой инструмент использовали для нагрузочного тестирования? И какой был сценарий? Использовали инструмент VRK. WRK называется. Там уже готовые сценарии есть. Сценарии следующие. Во-первых, там есть скрипт, который записывает какое-то количество секретов в Vault. И есть следующий скрипт, следующий сценарий, который эти секреты записаны и читает. И в этом инструменте можно задавать количество потоков и количество секретов, которые записываются или читаются. Соответственно, вот им прогоняли. Окей. Как сделано разграничение по политикам доступа к Vault? Ведь здесь необходимо учитывать, что права должны быть четко разграничены под действием, чтобы снизить риск человеческого фактора, а также случайного доступа от стороннего сервиса. Какие разграничения по правам доступов у приложений? Ну, соответственно, у нас есть Vault API. И все секреты – это просто пути в этой IP. Мы в политике прописываем путь в этой IP и действия, которые по этому пути можно делать. И к этой политике уже привязывается токен, который приложение или человек предъявляет для доступа. Как автоматизировать управление политиками ACL и привязку ролей к токенам? Или, например, метам авторизации, например, в Kubernetes? Да, это можно сделать. Даже в одном из заказчиков у нас такое реализовано. Мы использовали систему управления учетными записями, которая у заказчика уже есть. Предложили, собственно, те… Эта система управления учетными записями как раз ходит к API Vault, и именно ей мы выдали, ну, заказчик, вернее, выдал права на выпуск политик. То есть, потому что в Vault нельзя сделать так, чтобы какие-то определенные политики мог выпускать какой-то человек или какая-то роль. Если кому-то вы даете права на создание политик, то он может любые политики создавать. Это, к сожалению, такой недостаток есть. И поэтому вот такую штуку мы как раз отдали в АЭС-ку, которая этими политиками занимается. Человек создает заявку и выпускается политика. Тестировали ли ситуацию падения ноды в кластере с интегрейтед сториджем и возврат ее спустя время? Да, тестировали, возвращается нормально. Ну, мы, наверное, может быть, слишком долго не ждали, так чтобы она прям совсем разбежалась. Но выдерживали сутки, поднималась. При пристроенной SDK в приложении и работе обычно через апроль решали ли вопрос локальной разработки отладки приложения? Не совсем вопрос, понял. Тогда давайте его в кулуарах, да. Либо автор, пускай его… Да, давай микрофон скажу. Значит, на себя сидишке все в порядке. Как разработчику локально разрабатывать и получать секреты? Делали процесс, при котором на команду разработки, тоже через систему управления четными записями, на команду разработки выделяется в этом тестовом контуре общий апроль. И с этой апролью без доступа к продуктивным данным, только к тестовым, все это тестируется. Как лучше менеджить волн, создание секретов, политик и так далее? Как вы это делаете? Терраформ, Ansible ручками через WebUI? Ansible, WebUI. Как защищена автоансил нода? Он защищен в каком плане? Хороший вопрос. Как-нибудь защищена автоансил нода вообще? Да, защищена. Ну, как бы там ее также можно аутентификацию настроить, также все политики закрутить, но она защищена. Окей. Как найти нужный ключ в Волте, если у вас там помойка? Видимо, это боль. С большим трудом. С большим трудом. А как по-другому ответить? Не допускайте помойки. Делайте хороший нейминг. Да, делайте хороший нейминг. Используете ли вы Волта для генерации и хранения сертификатов SSL? Или если да, то какие есть нюансы? Можно ли сделать автоматизацию? Автоматизацию сделать можно. Движок сертификатов использовали только в тесте. Опять же, тут, наверное, вряд ли подскажу. Поэтому продуктивным опытом не поделюсь, к сожалению. Как реализовано разлитие ключей на Linux сервера, на новые существующие сервера? Где будет храниться закрытая часть с учетом, что сервера на сопровождении разных команд? А каких ключей? Не очень понял. Ключей на Linux сервера. SSH, наверное, да? Наверное, но… Короче, тема с хранением, ну и доставка SSH ключей, она вот мы только потестили. Мы как-то не сталкивались с большими проблемами и какими-то большими задачами, вернее, по SSH, поэтому не скажу. Был ли у вас опыт переезда с одного бэка на другой, например, с консул на ETSD? Возможно, есть какие-нибудь инструменты для миграции? Есть инструменты для миграции. Вот как раз, мне кажется, в начале похожий вопрос был. Выражаются в том, что секреты просто скриптами забираются куда-то и потом другими скриптами перекладываются в новый волн, который с другим хранилищем. Как спрятать секрет в пайплайне, если он получается по GVT? Как спрятать секрет в пайплайне, если он получается по GVT? Следующий вопрос. Да, лучше следующий вопрос. Вы отдаете права другим командам. Как вы верхнеуровнево реализовали ролевую модель? Да, ролевая модель следующим образом реализована. Опять же, это опыт одного из заказчиков. Мы интегратор, мы внедряем волн другим. То, что мне больше всего понравилось, самая изящная система одного из заказчиков, это вот эта система управления учетными записями. Только она может создавать политики, и поэтому представитель команды разработки или какой-то иной пользователь должен создать заявку, которая пройдет цикл опробов, и в итоге отправится в эту систему управления учетными записями, которая изгенерит политику, изгенерит все необходимые доступы и пришлет пользователю. Доступ к метрикам тоже по токену? Доступ к метрикам, да, он тоже по токену, который тоже может истекать, И вот с ним можно похожие вещи проделывать, как с токеном для авто-ансила. Тоже делать орфан и тоже периодик, чтобы он не истек. Можно ли использовать сразу несколько валтов для авто-ансил? В смысле, наверное, вопрос про то, кластеризуется ли транзитная нода. Да, можно. Как вычислить оптимальные ресурсы для контейнера валт? Оптимальные ресурсы для контейнера? Ну, вот у меня был пример ресурсов, количество ресурсов, которые виртуалка с валтом занимает. Можно от этого отталкиваться, чуть подрезать. Вычислить, опытным путем проще всего будет. Настраивали ли авто-ансил чрезсторонние пасворд-менеджеры Bitwarden Passbolt? Нет, не было такого опыта. С какими секрет-менеджерами, кроме Conjure и Segi, вы сравнивали? Ну, только с этими сравнивали. Их хорошо знаем, поэтому с ними. Можно ли переключить одну ноду из трех в стендалон режим? Если две были в облаке и потерялись по вине провайдера. В стендалон режим? Ну, если две другие потерялись, то вот эта оставшаяся должна стать лидером, если они были в кластере. Окей. Есть ли ситуация, когда валт может не подойти инфраструктуре? И какой способ использования лучше выбрать для кубера? Валт может не подойти инфраструктуру. Ну, это прикладная задачка. Окей, ну, то есть надо смотреть уже конкретно, что тут может быть. Как правильно хранить все секреты, сертификаты из OpenShift Vault, чтобы OpenShift корректно работал? Не подскажу, не сталкивались. Да-да-да, так, ну, все понятно. Что насчет CSI Vault для Kubernetes? CSI, вот как раз External Secrets, как раз через механизм CSI работает. Все, мне кажется, я прочитал еще все вопросы, их было штук 50 вообще. Спасибо за ваш интерес, очень приятно. Да, выбирай лучший, какой тебе больше всего понравился. Один, к сожалению. Очень хочется выбрать из такого количества. Мне понравился вопрос про то, как теперь жить без namespace. Да, кто сдавал, да. Вот, пожалуйста, ты получишь подарок, сейчас тебе подойдет кто-то из Help Team. Тебе тоже подарок, пожалуйста, вот пример рюкзак. Вот сзади, да, подавайся на конференцию, аплодисменты, суперклассный материал про Vault. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!